Утилизация мусора с использованием новых технологий – это реальность. Депутаты окружного собрания вместе с руководством Наринмара отправились с рабочей поездкой на полигон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ольга Руссов расскажет подробнее. Первая контрольная точка – площадка для сбора мусора между домами в микрорайоне Центральный. Здесь работает мусоровод с задним типом загрузки. Всего городская администрация приобрела 56 контейнеров закрытого типа. 46 из них объемом 0,75 кубических метров и 10 контейнеров объемом 4 куба. И на сегодняшний день есть мощность для того, чтобы систему развивать. То есть у нас в наличии две машины с вот этой ручной загрузкой. Фактически используется одна, то есть по времени одной машины хватает для того, чтобы в течение дня освободить все заглубленные контейнеры. Для вывоза мусора из таких контейнеров нужна специализированная техника. Контейнеры площадки мы обслуживаем ежедневно, раз в сутки подъезжает машина. Но столкнулись с такой проблемой, что крупный габарит, не габарит, который не влезает в маленькие 0,75 кубовые, да, и не влезает в заглубленные контейнеры, Их складывают вот непосредственно прямо на самих площадках. Чтобы этого захлопления... Да, раньше просто самосвал ездил, закидывали те же диваны, какую-то мебель. Вот, сейчас закупили приспособленную для этого, чтобы одной машиной можно было достаточно много площадок крупногабарита обслужить. Разгрузка контейнеров на таких площадках в среднем занимает не больше пяти минут. Единственная проблема – автомобили жителей ближних домов. Как видите, машины крупногабаритные. Чтобы загрузить один контейнер, достаточно нужно много места для маневра. Буквально сегодня с утра вот здесь машина мешала подъезду в боковой загрузке, стояла. Муниципальное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, стало победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ненецком округе. Соглашение заключено сроком на 10 лет. Все это время предприятие будет заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием твердых бытовых отходов в четырех населенных пунктах округа. Сейчас предприятие обслуживает более 280 контейнерных площадок. И следующая точка – полигон ТБО. Здесь расположен мусороперерабатывающий комплекс. Сзади организован весовой контроль. После весового контроля данные поступают автоматически учетчику. Учетчик наблюдает за продвижением мусоровоза и дальнейшими действиями здесь. То есть у него установлен видеоконтроль, видеофиксация идет. Как площадки мы подальше туда пройдем, так и направленные камеры на край полигона. Для комфортной и бесперебойной работы предприятия необходимо построить ангар, стоимость которого варьируется от 10 до 14 миллионов рублей. А также провести газификацию объекта. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что депутаты заинтересованы в развитии проекта. Потому что это проблема для нас, ну скажем так, новая, вообще-то, по которой мы озаботились, которая очень дорого стоит. И надо посмотреть, каким образом мы вообще должны выстроить работу по утилизации всех отходов, в том числе и из сельских районов. За счет средств окружного и городского бюджетов была закуплена необходимая техника. На полигоне продолжаются работы по обновлению коммунальной инфраструктуры и наладке процесса утилизации твердых коммунальных отходов. Работа началась. Мы настроены достаточно серьезно к ее решению. Но сделать еще предстоит очень много. И я думаю, что это можно сделать только тогда, когда мы будем работать вместе, в том числе и с нашими жителями, как села, так и города. Потому что сразу хочу обратиться к жителям, к горожанам нашим. Не ставьте машины около контейнеров, чтобы машины могли спокойно забирать мусор. Депутаты выразили готовность помочь городу в приобретении нового оборудования и совершенствовании процесса сборки и утилизации мусора.